Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Кто отвечает за несвоевременную очистку уличных урн? Можно ли побороть несанкционированные свалки? Почему претензии жильцов к уборке их дворов не материализуются в конкретные действия? Ответы на эти и другие вопросы ищем вместе в программе «Городская среда». Включайте канал ТВ-центр 5 июля в 19 часов. Гость в прямом эфире Никита Кривонкин, директор департамента городского хозяйства. В Котловском районе поселка Черемушский сотрудники лесничества, МЧС и чиновники совершили подомовой обход. Цель напомнить дачникам и частным домовладельцам о мерах противопожарной безопасности. Я представитель органов местного самоуправления Котловского, администрации Котловского района. Если что-то нужно, будем решать. В основном есть пожарный водоем. Коррежемец Василий Зосимович только зимует в городе. Все остальное время проводит здесь, в Черемухе. Единственный пожарный водоем на улице Северная находится прямо за оградой участка Башановых. Без хозяина и должного присмотра он быстро зарастет траву, обеспокоен мужчина. Вот здесь вот сугры, лес. Раньше вода здесь была, как речка шла, а газовики трубопровод пробрасывали, и там что-то нарушили, и воды не стало. На случай пожара что делаем? Куда звоним? 0, 0, 1, 112. Пожары в быту характерны для южной части Архангельской области, поэтому главная цель подомовых обходов – напомнить жителям о правилах пожарной безопасности, до автоматизма отработать алгоритм действий при обнаружении возгорания. Инструктаж плюс памятки, которые они оставляют людям, они имеют очень положительный эффект в том плане, что люди задумываются над тем, чтобы не допустить пожар, либо его не распространить, но и не нанести ущерб и себе, и соседям. С 1 марта этого года в России вступили в силу изменения в правила противопожарного режима. Касаются они тех дачников, чьи участки граничат с лесом. Собственникам участков земли, которые примыкают непосредственно к лесным насаждениям, обязаны проводить противопожарную работу, то есть убирать сухие пожневные остатки, скашивать траву или проводить минерализованную полосу. И это не чрезмерная предосторожность, а норма, особенно если учесть, что в прошлом году в различных садоводческих товариществах области произошло почти 130 пожаров, некоторые с летальным исходом. Что касается поселка Черемушский Котловского района, то здесь за последние годы ситуация изменилась. После того, как стали проводиться профилактические акции, число бытовых и лесных пожаров уменьшилось в разы. А в Новодвинске родителям школьников напоминают о возможности отправить детей в оздоровительные лагеря за счет бюджетной субсидии. На сегодня выдано 453 сертификата, в основном в лагеря на территории региона. Активность родителей невысока, говорят в администрации Новодвинска. Сейчас здесь ждут заявления на вторую, третью и четвертую смены. Причем сертификаты выдают только на те лагеря, которые включены в реестр Минтруда Архангельской области. Сумма компенсации зависит от категории, к которой относится семья. Например, в Краснодарском крае лагерь стоимость путевки, например, 28 900, то компенсация из областного бюджета будет заключаться в следующем. Для детей, находящихся в трудной жизни ситуации, 11 340, для льготных категории 8 400 и для семей без льгот 6 300. Остальную часть путевки оплачивает законный представитель ребенка. Хочется отметить, что для детей из категории трудной жизни ситуации также оплачивается частично оплата проезда и сопровождение. Вместо отдыха и обратно. Под Рубцовской звездой Емецк, родина поэта, готовится отметить 880 лет. Отсчет идет с момента первого упоминания села в летописях, как хранит Емецк свою историю и что делает для ее сохранения. Мой коллега Артемий Заварзин отправился в Холмогорский район и все узнал. Емецк – древнее село. Чем же славится оно? Есть красивейший собор, за рекой сосновый бор, Емца – чудная река, манит семгой рыбака. Ломоносов шел в Москву, вез он рыбу и икру. В Емецке Рубцов родился. Этим фактом мы гордимся. Вот так встречают каждого, кто переступает порог Емецкого музея. Начинался он с небольшого класса в местной школе, затем ютился в Доме культуры. Теперь экспозиция размещается в отдельном здании. В ней около 10 тысяч экспонатов. Более полувека музей хранит историю села, а это ни много ни мало – 880 лет. Емецк стоял на пересечении бойких торговых путей. Здесь, начиная с 16 века, существовал большой крестьянский рынок – ярмарка каждый четверг. Как раньше проходили ярмарки в четверг, четверг был торговым днем, так и сейчас четверг у нас именно рыночный день. Сюда приезжали купцы со всех властей по московскому почтовому тракту. Ныне это трасса М-8. Товары вроде разных сортов кофе, о которых в том же Архангельске и не слышали, для имчан были не в диковинку. Впрочем, и своих уникальных торговых предложений в селе было достаточно. Это пряничная доска. То есть у нас в Емецке пекли свои вкуснейшие пряники. Это вот печатной доской наносили на тесто узор. Вот на тесте получался такой узор. Пряники с таким узором получались. Узоры узорами, но не пряниками и ярмарками на всю страну знаменит Емецк, а прежде всего, как малая родина поэта Николая Рубцова. Сотрудники говорят, что музей живет под звездой Николая Рубцова. В каждом экспозиционном зале можно найти строки поэта. Вот, например, стихотворение «Свидание». Мы входим в зал, сияющие люстры от напряжения, кажется, дрожат. Звенит хрусталь и действует на чувства. Мы входим в зал без всякого искусства, а здесь искусством, видно, дорожат. Памятью Рубцови в Емецке дорожат. Именем поэта названы улица, школа и сельская библиотека. Даже дом, где родился и провел первые годы жизни, поэт защитили от сноса. До недавнего времени здесь проживало несколько семей, но из-за ветхости здания их пришлось расселить, чтобы дом не разобрали на дрова. Объект был переведен из жилого фонда в нежилой. Провели межевание земельного участка, оценку этого дома. И с депутатами решили, что мы этот дом продадим тем людям, которые помогут нам, в общем-то, восстановить его, отремонтировать. В дальнейшем открыть там музей. И для того, чтобы мы могли дальше развивать туристический бизнес. Рассматривается и вариант открыть здесь гостиницу для туристов. Потенциальный инвестор уже найден. А значит, в горнице дома, где родился Рубцов, скоро вновь будет светло. Артемий Заварзин, Денис Линчевский, Архангельское телевидение, Холмогорский район. А в Кунышском районе, деревне Кремлёва, жители занимаются работой над историческими ошибками. Восстанавливают церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Екатерина Михайлова проводит экскурсию по местам своей комсомольской юности. В здании церкви Рождества Пресвятой Богородицы 35 лет назад размещался Дом культуры. Молодёжь принимала активное участие в благоустройстве клубного пространства и даже организовала на втором этаже разорённого храма место для увеселительных посиделок. Здесь комсомольцы решили сделать бар. Мы делали, и надо было привести такой вид, чтобы подкрасить там цивильно. Печку там сложили. И вот мы вечером отколупывали эту краску, ну, чтобы покрыть новым слоем. А на утро пришли, и вот эта вот икона, которая вот здесь вот у нас, лица проявились. Вот они вот просто сами по себе вечером не было. Вот все помнят, что вечером ничего не было. Пятиглавая каменная церковь Рождества Богородицы была построена в 1868 году на народные деньги. В 1932-м закрыта. С 2007-го её возвращают к жизни активисты Тоса Кремлёвский, в их числе и бывшая комсомолка Екатерина Михайлова. Пока идут противоаварийные работы. Полностью перекрыта крыша, заменён пол, установлены окна. На эти цели использовали частные пожертвования и средства грантов по примерным подсчётам около 5 миллионов рублей. К реставрационным работам смогут приступить только после того, как этот объект культурного наследия будет официально внесён в реестр федерального имущества. Тогда и средства на восстановление стеной росписи и иконостаса найдутся, уверены кремлёвцы. А вот здесь вот у нас проявился Архангел Михаил. То есть всё, что было расписано, в принципе, при желании можно восстановить. Потому что всё это проявляется и всё это видно. Видите, Архангел Михаил. И уже его чётко видно, ясно видно. И как в других церквях он расписан, так он и у нас появляется. Вопрос определения правового статуса памятника находится на контроле у губернатора Архангельской области. Игорь Орлов обещал помочь в установлении собственника. Светлана Дейнека, Олеся Кокина, Евгений Зыков, Архангельское телевидение. О важных темах и событиях в Архангельской области расскажем в 16 часов. Не прощаюсь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова